Друзья, всем доброе утро. 7 июля. Москва. Налоговые и экономические новости с Ларисой Гарамовой. Итак, Государственная Дума приняла закон об отрицательных ставках по валютным вкладам юридических лиц. Теперь банки могут устанавливать отрицательные ставки по валютным вкладам юрлиц. Значит, поправки у нас относятся в статью 29 закона о банках и банковской деятельности. Значит, цитата привожу конкретно. Значит, одновременно с начислением процентов договором банковского вклада депозита в иностранной валюте, по которому вкладчиком является юридическое лицо, может быть предусмотрено взымание кредитной организации комиссионного вознаграждения, подлежащего списанию со счета, на который внесен вклад. Размер указанного комиссионного вознаграждения может превышать размер процентов на всю сумму вклада, выплачиваемых кредитной организацией по такому договору банковского вклада, депозита. Ну, это просто, конечно, революционное решение. То есть валюта становится токсичной. В общем, даже будут с вас списывать комиссию за то, что ваши деньги лежат на счетах. В общем, вот спишут. И проценты спишут, и комиссию спишут. В общем, все. Избавляемся, значит, от валюты. Значит, дальше. Новость номер два. Обновлен перечень стран, с которыми Федеральная налоговая служба России автоматически обменивается страновыми отчетами. Значит, основание указано здесь, приказ, кому нужно залезать и смотрите. Значит, Федеральная налоговая служба России утвердила новый перечень иностранных государств, территорий, с компетентными органами, которых осуществляется автоматический обмен страновыми отчетами. Значит, дополнительно включены Азербайджан, Бахрейн, Казахстан, Оман, Турция и Гибералтар. Значит, исключена Великобритания и отдельная административная единица Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Это остров Мэн и Нормандские острова. Значит, приказ отступает в действие с 15 июля 2022 года. Ну и как бы для тех, кто не в курсе, что такое страновой отчет. Страновой отчет – это документ, который должны подавать международные организации, контролирующему их органу, каждый год. То есть он выполняет функции контроля за деятельностью организации по уклонению от уплаты налогов, выводу своего имущества и прибыли из-под налогообложения. Кстати, я залезла, посмотрела этот перечень стран и территорий, и там есть Эмираты. То есть кто там не в курсе, кто планирует открыть бизнес в Эмиратах и думает, что, соответственно, про это больше никто не будет знать, ничего подобного. То есть страны между собой обмениваются этими страновыми отчетами, друг дружке рассказывают. Я думаю, что, конечно же, этот список будет обновляться. Вы видите, как бы что-то туда включается, какие-то странные территории будут туда включены, и что-то, естественно, будет исключено из этого перечня, из этого списка. В общем, держим руку на пульсе, смотрим, анализируем, мониторим, что происходит. Значит, дальше, новость номер три. Starbucks нашел у покупателя на российский бизнес. Значит, американская сеть кофеин Starbucks, это пока еще неофициальное заявление, то есть предполагается, что это будет ресторатор Антон Пинский. Значит, сделка может быть закрыта уже в 20-х числах июля. Ожидаем. В нее войдут права аренды на все площади кофеин Starbucks с ремонтом, но без возможности использования продукции и технологии Starbucks. Ребята, я не знаю, вот вы вообще читали, читаете книжки, я надеюсь, да, здесь про Starbucks вообще много чего говорили и говорят, да, очень вам рекомендую прочитать книжку «Дело не в кофе. Корпоративная культура Starbucks». Честно, это не моя любимая сеть кофеин, и «Дело действительно не в кофе», и «Дело действительно не в той еде, которую они там продавали». Я, кстати, когда это все еще началось, когда это было, в начале марта, мы случайно пересеклись с Аркадием Новиковым в одном из его ресторанов, и я у него спросила, что он думает по поводу Макдональдса, как раз-таки тогда шли бурные обсуждения, значит, что делать с этими помещениями, что делать с бизнесом и так далее. И меня, на самом деле, восхитил его ответ. Он сказал, что это чужое, трогать нельзя. Представляете? И вы видите, как бы продолжается распродажа активов иностранных компаний, бизнеса, вот эти все, площадь договора аренды. Что такое вообще бизнес? Договор аренды, продукция плюс что? Технологии? Что это такое? То есть вот это достаточно интересно сейчас вообще наблюдать за тем, как вообще эти сделки осуществляются. Но видите, как бы Аркадий Новикова мы там не видим. То есть он достаточно устойчив в своих моральных принципах. И меня это очень восхищает, если честно. Так, дальше, значит, правительство хочет обязать оборонную промышленность работать быстрее. Значит, подождите. Я хочу вам сначала рассказать про вот эти две новости, а вот это у нас напоследок останется. Значит, к вопросу использования конфискованных российских активов для восстановления Украины после окончания боевых действий необходимо подойти серьезно. Для таких действий необходимы законные основания заявил на конференции в Лугана президент Швейцарии Иньяцио Кассис. Значит, право на собственность – это фундаментальное право, человеческое право, сказал глава государства. Ну, то есть вы видите, да, потихоньку начинает как бы до всех доходить, что, в общем-то, откатились до просто невозможных, то есть снесено все. Вот все, базовые ценности, базовые права человека и так далее. То есть сейчас будем восстанавливать. На самом деле, вот, в принципе, я вам говорила, что июнь будет самый напряженный в этом плане. То есть вот буквально нам осталось подождать, наверное, еще 2-3 дня, то есть и после этого пойдет спад, то есть пойдет вразумление какое-то, до всех начнет доходить вообще, что произошло. Поэтому, ну, мы с вами уже, в общем-то, начали это делать. Вы помните, да, 1 июля, ролик, который всколухнул и всех возмутил. И это комментарии, под которые до сих пор продолжают приходить. Вот. Ну, я очень рада, что я вас так мотивирую, что я заставляю вас думать, что я вас как-то возвращаю в жизнь, в реальность. То есть я и дальше буду продолжать в том же духе. Не думать, что будет какая-то спокойная жизнь, особенно если вы на нашем канале. Так, дальше, значит, Дж.П. Морган сказал, что экономика России чувствует себя лучше, чем ожидалось, а ВВП упадет лишь на 3,5% в 2022 году. По обновленному прогнозу Дж.П. Морган, который инсайдер, ВВП упадет в 2022 году на 3,5%. Экономические данные за май оказались лучше, чем ожидалось, говорится в записке Инвестбанка клиентам. Ну, да, ура. Это только начало, ребят, поэтому я и оставила последнюю новость на номер 6, потому что я вам хочу сказать определенный текст. Значит, правительство хочет обязать оборонную промышленность работать быстрее. Государственная Дума может принять пакет мер правительства, разработанных в связи с проведением специальной военной операции на Украине и краткосрочной повышенной потребностью в ремонте вооружения и военной техники, а также снабжении армии материально-техническими средствами. Вчера, значит, Дума закончила свою весеннюю сессию, и, в общем-то, что можно констатировать, что как бы ничего такого нет. Не приняты такие меры правительства. Но, во-первых, что нужно сказать? Что финансировать, даже если когда это будет принято, финансировать мероприятие любых органов власти будет бизнес, у нас это понятно, то есть помимо налогов нужно быть готовым помогать еще и безвозмездно нашему правительству. На самом деле не только нашему правительству, а вообще всем нам вылезать из этой ситуации, куда мы сейчас попали. Я просто не знаю, кто меня смотрит. У меня статистика Ютуба показывает, что в основном мужчины и такого зрелого возраста, скажем так, ну, в общем, своя статистика. Вот. И вы, наверное, помните, у нас был такой телеведущий сначала, потом радиоведущий Сергей Доренко, который, к сожалению, нас покинул несколько лет назад. И я его какое-то время слушала, он, на самом деле, достаточно интересные там вещи говорил. И он как-то сказал, что несмотря на то, как бы мы не поливали грязью наше государство, в каких бы лагерях мы ни оказались, то есть если вдруг произойдет какое-то событие, что мы должны будем защищать нашу родину, мы все окажемся в адумокопе. Но это правда. Это, на самом деле, очень сильная история. И я вас призываю уже сейчас быть готовым играть в долгую. То есть не надо ждать, что санкции отменят. Не надо ждать, что будут деньги раздавать из ФНБ, что вам будут какие-то субсидии, кредиты. Прямо сегодня нужно перейти в режим помощи, физической помощи, интеллектуальной помощи своему, своей родине. То есть будьте, вот по моим расчетам, по моим ощущениям, примерно 30% своего, во-первых, рабочего времени нужно отдавать. На перезапуск себя, перезапуск своей компании и на обновление. Вот 30% вы должны своих ресурсов, своего рабочего времени перезапустить себя. Понимаете, о чем я говорю? То есть нужно использовать, то есть я вас призываю к чему? Использовать эту ситуацию, эту специальную операцию как рычаг для того, чтобы запустить процесс обновления, во-первых, себя, во-вторых, своей компании. Дальше будет больше. А потом я вам расскажу, что делать дальше. Вот просто побудьте с этой мыслью, с этой идеей, что нужно опираться на вот все, что сейчас происходит, нужно на это научиться опираться, на вот эту зыбки пески. Как только вы начнете действовать таким образом, у вас появится огромный ресурс. У вас появится огромное количество энергии внутри вас. Вам не нужно искать внешние источники, это все внутри вас находится. Когда вы это осознаете, вам не нужны будут никакие субсидии уже от государства. Вы начнете такое вообще творить. Ну что, приступим? Всем хорошего дня и до новых встреч.